Овладение профессией Это решающий фактор, потому что если артист не становится профессионалом, то жизнь его ограничена на театре. Искусство делают только профессионалы, поэтому всё зависит от того, как начинающий пройдёт этот путь к вершинам профессии. А вершины далеко-далеко видны, они едва маячат. И, конечно, на первом этапе всё вслепую. Даже если вы получили театральное образование, это ещё не всё. Дальше начинается жизнь в искусстве. Она порой беспощадна, но она прекрасна тем, что шаг за шагом вы обретаете опыт. Но опыт, он не может быть вообще понят, как нечто данное. Опыт – это много ошибок. Опыт – это впервые вы сталкиваетесь порой с такими вещами, о которых вы понятия не имели. Опыт – это мучительный процесс, который требует от вас постоянного труда. Ну, вот я вспоминаю первое своё появление в театре. Всё казалось мне, вы знаете ли, необычным. Но самое главное, что у меня было – это святое отношение к сцене. У меня не было ничего, ни знаний, ни опыта, ни умения. У меня была любовь, большая любовь к театру, которую я сохранил по сегодняшний день. И если бы я не сохранил, то я бы считал свою жизнь бесцельно прожитой. Что же происходило, если взять начало? Ну, что же. Участие в массовых сценах. Для меня это было величайшим событием. Я старался всё делать так же, как вот если бы сейчас я бы играл короля Лира. Для меня не было разницы между первой ролью и участием в массовке. Я уже тогда писал биографию своего действующего лица, который находился среди ста человек в массовке. Я знал всё об этом человеке. Кто-то меня учил этому – никто. Никто. Это была моя личная инициатива. Поэтому, когда я уже был в массовке, то я уже жил моим персонажем, который мог быть сегодня, а мог и не быть в спектакле. Но для меня он был, существовал. Я ощущал запах его кожи. Это любовь. Это преданность театру. И больше ничего за моей душой не было. Но этого было вполне достаточно для того, чтобы видеть дорогу, по которой мне придётся пройти. С трудом. Порой сомневаясь, ошибаясь. Но по этой дороге я должен был пройти. И так она тянется до сегодняшнего дня. И она ещё не пройдена мною. Нет. Дорога впереди ещё. Она впереди, потому что нет конца для того, кто посвятил себя театру. Есть этот длинный путь, он вечный путь, пока не прекратится дыхание человека. Поэтому, чем я располагал? Только любовью к театру. Этой беззаветной преданностью. Больше ничего у меня не было. Но это для начала было так много. И так дорого. И только сейчас уже, по прошествии такого количества лет, я признателен, что я не сделал ошибки в самом начале. Что я не отнёсся с лёгкостью к этому труду. Что я не отнёсся к этому, не задумываясь. А ещё, что могло быть хуже, это я мог увлечься внешней стороной этого дела. Театр, актёр и прочее. поэтому я уже в первых своих шагах на сцене усложнял, усложнял для себя пребывание на сцене. я уже говорил о том, что я писал биографию тех людей, которых вообще могло и не быть в этой массовке. Но я уже начинал понимать, что каждый человек, каждое действующее лицо, со словами он, или без слов, он обладает теми чертами, которые свойственны только ему. Что человек обладает своими привычками, своей какой-то логикой поведением, что он ходит не так, как ходят другие. Что его отличает то, что бросается в глаза. Ведь мы можем идти по улице и почти никого не замечать. Но вот вдруг кого-то мы заметили. Мы заметили что-то такое, что привлекло наше внимание. Ведь мы же не знаем еще, что это за человек. Его внутренний мир для нас закрыт. Значит, мы воспринимаем чисто внешне. Он обратил на себя внимание. Это тот первый отбор, который крайне необходим в искусстве. Это первые шаги. Первые шаги. Но если взглянуть на эту длинную дорогу, по которой надо пройти, там, где-то далеко, этим же будет отличаться чем-то особым, неповторимым и Гамлет, и Шейлок, грозе Тихон, они наделены теми качествами, даже чисто внешними, которые выделяют их или как-то особо выделяют среди других. Это первые шаги. Но к этому уже у вас должен быть вкус. Какие же возможности есть у человека, который не имеет роли, он в массовке, но если он здесь не начнет этого, то это может никогда не прийти. может и не прийти. Я помню, что это сразу захватило меня. И единственным материалом для меня могло быть только вот это, мое участие в массовке. Поэтому уже на первых шагах я был замечен в театре. Замечен. Очевидно, иначе и не могло быть, потому что целенаправленность, устремление, это жажда найти какую-то деталь, это не могло пройти мимо. Я был замечен. Не потому, что я обладал какими-то особыми качествами, а потому, что это уже наличествовал тот высокий труд, без которого творчество невозможно. Я сейчас говорю о изначальном периоде, когда казалось, ничто вам не сопутствует, когда вы не имеете возможности сделать больше, чем то, о чем я говорю. Значит, у самого начала, у этих истоков уже должно пробиваться эта инициатива. Инициатива всепоглощающая. Когда вы без этого не можете, откуда она у меня явилась, я не знаю, это уже не зависит от человека. Но я сейчас, говоря об этом, я хотел бы этим сказать, что пусть помнят об этом те, кто приходит в театр. инициатива.